Ради кого хочешь жить, ради тех и погибнуть не бойся. При устье речки Сиверки, впадающей в Москву реку в семи верстах выше Коломны, Дмитрия Ивановича и ведомые им воинства встретили воеводы рати и отрядов, заранее прибывших к месту сбора. Принаряженные, возбужденные своей старательностью, они торопились сообщить каждой о своих людях. И в этом деловитом упреждении, в маленьком торжестве промежуточной встречи, тоже приоткрывалась на миг добрая примета. Свои уже тут и ждут, и их как будто нисколько не меньше, чем тех, что поспешают Коломны. А в самом городе, в крепостных воротах, встречал их епископ Коломенский Герасим при стечении всех горожан с тревогой и надеждой, глядящих на своего великого князя. Смотр назначили на следующее утро. А пока первым делом Дмитрий Иванович захотел посетить собор, почти достроенный после июньского несчастья. Как и всякое большое новое строение, он еще казался непривычен на этом своем месте, чересчур ослепителен и велик. А ведь не начни его тогда, в июне, сразу восстанавливать, может быть, и теперь не собрались бы сюда так решительно. Минутной растерянности только дай волю. Ни у кого из наших знаменитых старых историков, ни у Карамзина, ни у Соловьева с Ключевским, не найдем мы в главах, посвященных Дмитрию Донскому, объяснения, почему великий князь Московский венчался с Нижегородской княжной Евдокиней не у себя дома, на Москве, и не у нее дома, в Нижнем Новгороде, а в достаточно удаленной и от Москвы, и от Нижнего Коломне. Само это сведение в пересказе или выдержке из летописи приводят, но никто не указывает причину странного, не в обычаях тех времен поступка, устроить свадьбу далеко в стороне от собственного стола. Союз 16-летнего Дмитрия Московского и юной Евдокии, а брак этот окажется на редкость счастливым, княгиня народит своему суженному 11 детей, в том числе семерых мальчиков, заключался не без учета политических соображений. Но можно и иначе объяснить выбор для свадьбы именно Коломны. Она ведь по иерархии значилась вторым после столицы городом во всем московском княжестве. А кроме того, это был первый его Дмитриев город, так как именно Коломну великие московские князья обычно завещали в удел старшим сыновьям. В Коломне великого князя ожидали и свежие донесения от разведки. Из-за разноречивых наблюдений последней недели не так-то просто было составить цельное понятие о том, что творилось сейчас за окой. То, что Мамайя от устья Воронежа продвигается вверх по дону, а не посылает, как обычно, рать на разграбление Рязани или ее уделов, вроде бы нагляднее всего свидетельствовало о существовании сговора между ордынцами и рязанским князем Олегом. Но Дмитрий не мог не доверять хотя бы отчасти обещаниям Олега, клявшегося, что он где ни за что не выступит на стороне Мамая, хотя и от прямой воинской помощи великому князю вынужден воздержаться, опасаясь ордынского возмездия. Одно из сообщений за Окской сторожей особенно обеспокоило Дмитрия. Якобы Мамай на Семен день, то есть 1 сентября, собирается выйти к Оке и, соединившись на Рязанском берегу с Олегом и молодым литовским князем Егайлом, переправляться на московскую сторону. Причем, судя по всему, встреча эта назначена не напротив Коломны, где сейчас сосредоточилась большая часть великокняжеского войска, и не напротив Серпухова, а где-то между ними. С тем, чтобы ратникам Дмитрия не удалось воспрепятствовать громоздкому и ни на один час рассчитанному перевозу ордынцев через Акум. Конечно, переправы ни в коем случае нельзя было допустить, как и два года назад, постараться самим спокойно, без помех, переправиться через Акум и встретить Мамая на достаточном удалении от границы московской земли. Если все же ордынцы успеют или уже успели достичь верховьев Дона, то, скорее всего, и дальше они будут двигаться все в том же направлении, не забирая далеко ни влево от Олега, ни вправо от Егайла, с намерением выйти какие-нибудь между устьями впадающих в нее коширки и лопасни, то есть в самом на сегодняшний день слабо защищенном месте московского рубежа. Значит, как раз туда и надо идти от Коломны, и идти как можно быстрее, чтобы на несколько дней упредить появление в тех местах Мамая и распорядиться этими запасными днями для встречного выхода к Донскому верху. Удастся сделать так, и намного уменьшится вероятность соединения ордынцев с их возможными союзниками. Своим выходом в заочья великокняжеская рать решительно отсечет рязанское княжество и от Мамая, и от Егайла. Последний же, не имея поддержки в лице рязанцев, пожалуй, тоже несколько поостынет в своих намерениях. Конечно, в противовес этому общему расчету можно было бы выставить и несколько других оспаривающих его расчетов, начинающихся с «а вдруг», «а если», и даже перетолковать в их пользу большинство донесений разведки. Но сейчас было недотолкование. Сейчас спасительной была уверенность одного, нескольких человек, увлекающая за собой всех. Благодаря опыту летних сторожевых стояний на Оке и опыту двухлетней давности битвы на Воже, Дмитрий и его соратники оказались сейчас гораздо свободнее, прозорливее в своих пространственно-временных расчетах, чем противная сторона. Иными словами, за две недели до битвы и за многие десятки верст до ее места Дмитрий, в отличие от Мамая, знал, где примерно и когда примерно они должны будут встретиться. Но что их уравнивало, так это то, что ни Дмитрий, ни Мамай не знали, с каким все же числом ратников выйдут они друг против друга. Облегшийся верою крестную не боится смерти за Христа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok